Dishonored Dishonored 2 Prey Deathloop. Данные игры разработаны и выпущены студией Arkane. Проекты были успешными, их полюбили игроки, а студия зарекомендовала себя как хороший разработчик. И вот в 2023 году выходит вампирский шутер Redfall, игра, которая разочаровала всех. Всем привет, меня зовут Яна, вы попали на канал Леди Вескер. Здесь я рассказываю о последних игровых новостях и не только. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк на ролик. Redfall это шутер от первого лица с открытым миром. Пройти игру можно в кооперативе из четырех человек или же в одиночку. На выбор есть четыре персонажа. Сражаться тут можно с вампирами, которые как раз захватили остров Redfall, а также с культистами и наемниками из частной военной компании. Вроде неплохой шутер для развлечения с друзьями. Что тут может пойти не так? Почему эксклюзив для Xbox и ПК оказался провальным? Arkane взяли из разных игр по чуть-чуть и сделали что-то свое. Что могло получиться из такой солянки за 70 долларов? А вот что проблемы с графикой. Пиксельные тени, устаревшие текстуры, Т-позы, NPC, лаги, баги. Игра совершенно не стоит своих денег. Хорошо, что в Game Pass она бесплатна и любой, у кого есть подписка, может попробовать поиграть. Если, конечно, она у вас пойдет, так как оптимизация тоже хромает. Кат-сцены в Redfall подаются в виде слайд-шоу и выглядит это не очень. Сюжет в игре есть, но он такой себе, будто написан за один вечер на коленке главного сценариста. Геймплея претензий еще больше. Открытый мир пустой, здесь делать нечего от слова совсем. Ну, только лутаться в заброшенных зданиях. В домах интерьер похож друг на друга, а на улицах ничего не происходит. Слоняться по локациям скучно, особенно если играть в одиночку. В Redfall две карты, они среднего размера, но пока добежишь до задания, если не открыт телепорт, пройдет уйма времени. Бегонят туда-сюда по побочным заданиям или сюжетным, утомляет. Поведение врагов оставляет желать лучшего. И И в Redfall это сущий ужас. Культисты как болванчики, просто стоишь и стреляешь в них, как в тире. Они вообще никак не реагируют на игрока. Вампиры и наемники более активные, но тоже особых проблем не вызывают. Они с гордостью принимают смерть от игроков, даже не пытаясь как-то увернуться, выжить там. Из-за тупых противников сложность Redfall кажется пусечной, даже высокая. Игра позиционирует себя как лутер-шутер. Здесь можно найти кучу разного хлама, прошу прощения, полезного снаряжения, больше половины из которого можно выкинуть обратно. Иногда в самом начале игры попадаются имбовые пушки, которые ломают и без того никакую сложность и баланс, отчего все противники покажутся тупыми болванчиками. Ну, такое себе. А, кстати, это игра-сервис, для которой в будущем планируется множество обновлений. Но надо ли это, когда она на старте такая, отталкивающая? Что-то мне кажется, что на Redfall в скором времени забьют и сами разработчики. Конечно же, она не совсем плоха, в нее можно играть. Из плюсов четыре героя на выбор прописаны они хорошо. У каждого есть собственная история и индивидуальность. Также у них имеются свои способности, которые помогают в битвах. Хотя там и без способностей победить легко. Конечно же, в кооперативе веселее. Игра с другом сделает из любой какашки что-то интересное. Думаю, через недели-две или месяц ситуацию поправят патчами. Но первые впечатления уже не исправить. Arkane сделала проходняк, который явно не стоит 70 долларов. Разве это похоже на ААА-проект? Почему же так вышло? Студия, которая ранее отличалась любовью к своим играм, сделала такой кал. Ведь в Redfall не чувствуются искры и любви от разработчиков. Хотя атмосфера, надо сказать, имеется. Некоторые источники сообщают о том, что Redfall был неким экспериментом, который оказался провальным. Microsoft не верили в успех данного проекта и торопили разработчиков, чтобы те выпустили игру быстрее. Возможно, именно поэтому Redfall получился таким, каким мы его видим на релизе. По слухам, у Arkane сейчас есть более амбициозный проект, которым они занимаются. Именно поэтому Redfall отодвинули на второй план. И вот почему игра оказалась такой. Впрочем, ничего точно утверждать нельзя. Сами разработчики никак не оправдываются перед игроками и не реагируют на свой провал. Хотя Фил Спенсер в последнем своем обращении к фанатам сказал, что да. Они сделали не самую лучшую игру и признал проигрыш PlayStation. Как вы знаете, консольные войны – это войны вечные. Xbox и PlayStation соревнуются друг с другом. И фанатские споры насчет этого никогда не утихают. Лично для меня это какая-то клоунада, потому что приставки-то разные. Но в принципе, гонка технологий между Xbox и PlayStation – это хорошо, так как в соперничестве рождается прогресс. Вообще, в современном мире стало уже модно выпускать недоработанные игры и уже после патчить их и дорабатывать. Игроки покупают сырой продукт и, выступая в качестве бета-тестеров, играют в него, а иногда и помогают разработчикам улучшить с помощью тех же модов. Далеко ходить не надо. Вышедший недавно джедай, выживший, не смог похвастаться хорошей оптимизацией. Даже на последней супер-карточке от Nvidia игра лагает, тормозит и не выдает даже 60 кадров в секунду. Последний патч, кстати говоря, не помог исправить ситуацию. Так почему же разработчики так плохо делают свою работу? Почему мы вообще не видим хорошую оптимизацию в последних крупных проектах? Конечно же, тут можно предполагать, что чем крупнее проект, тем сложнее его оптимизировать под систему. Требуется много времени для этого. А сроки у разработки горят, и создатели просто не успевают сделать оптимизацию и подогнать под большинство популярных систем. Плюс еще Денува делает свое дело. Уже доказано, что данная система защиты от пиратов нагружает железо и утяжеляет производительность игры. А сейчас чуть ли не каждый проект идет с данной защитой. Так почему такие проекты продолжают появляться? Ну, потому что их продолжают покупать. Игроки верят разработчикам, а на деле, приобретая продукт, получают шлак, который не стоит заявленных денег. Считаю, что не надо делать предзаказы, пока не выйдет игра и не будет понятно, что она из себя представляет. По сути, сейчас все, кто делает предзаказы, покупают кота в мешке. Да, с одной стороны, можно вернуть игру и получить сумму обратно, но не все так любят делать, им проще оставить в библиотеке неудачную новинку, чем вернуть ее разработчику. Особенно, если она стоит не очень дорого. 2023 год стал, наверное, самым ужасным в плане оптимизации игр. Большинство крупных новинок не славились хорошей оптимизацией и приходилось ждать, когда разработчики допилят свои игры патчами. Это тенденция удручает. И если она продолжится, создатели игр просто потеряют к себе все доверие. А это отразится на продажах. Игровая индустрия, куда ты катишься? А что вы думаете про Redfall и сырые игры на релизе? Пишите свое мнение в комментариях и поставьте лайк, если понравился ролик. А также не забудьте подписаться. Играйте только в хорошие игры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok